Доброй ночи, дорогие друзья! С вами Тарас Березовец. Сегодня у нас уже 15 июля 2023 года и буквально вечером сегодня вышла ключевая статья в ведущем американском издании Washington Post. Написала его материал, интервью с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, шеф киевского бюро Washington Post Изабель Хуршудян, известнейшая журналистка, которая успела очень много поработать после начала войны в Украине. Она до этого имеет большой опыт работы в России и вот после начала полномасштабной фазы войны 24 февраля ведущие мировые издания открыли свои офисы в Киеве, в числе которых был в том числе и Washington Post и New York Times. Надо сказать, что мне довелось поработать с журналистами обоих американских ведущих изданий. Я работал в том числе с Изабель, когда они писали большой материал о Харьковском наступлении. Мы поработали с ней очень долго, очень плотно и до сих пор общаемся. Это очень качественный журналист, высокопрофессиональный. Ее сегодняшнее интервью, точнее история о генерале заложенном действительно заслуживает того, чтобы посвятить ей отдельный выпуск. Статья, которая вышла в Washington Post, называется «Для того, чтобы победить Россию, главный украинский генерал требует воевать на своих условиях». Материал этот, безусловно, относится к числу тех, по которым историки будут в будущем изучать весь ход нынешней российско-украинской войны, которая началась, конечно же, не в 2022 году, а еще в 2014 году. И мы сейчас уже на 10-м году этой войны за независимость Украины, в которой генерал Валерий Залужный является одной из ключевых персон. Собственно говоря, поэтому на него, как и на президента Зеленского, обращено столь много внимания. Ключевое заявление, которое сделал генерал Валерий Залужный, они, в принципе, тянуты уже на политические заявления. Они беспрецедентны по своей жесткости. Он заявил о том, что его никто не остановит, и если для этого потребуется, война начнется на российской территории. Генерал сделал ряд очень важных заявлений. В частности, комментируя освобождение ныне оккупированных украинских территорий, он заявил, что победа настанет тогда, когда у нас будет армия. Может быть, даже немалая, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас в колясках, чтобы они росли, зная, что такое больше никогда не повторится. Он также признал, что Украина нуждается в все большем количестве боеприпасов от наших союзников. И добавил, что чем больше Украина сможет выпускать снарядов, тем меньше потерь она сможет понести. Он поделился многими неизвестными до сегодняшнего дня фактами своей биографии. В частности, Залужный рассказал о том, как в 2019 году, во время приезда в Брюссель на саммит НАТО, оказывается, его задержала местная полиция. Детали этого задержания, он поведал в интервью Изабель Хуршудян. Его задержал Интерпол по ордеру России, которая объявила его военным преступником, не ставя, естественно, его в известность. Как только он сошел с самолета, его окружили местные бельгийские правоохранители, наставили на него оружие, приказали лечь на лицом вниз на землю и надели на него наручники. Он заявил о том, что ему хватило короткого разговора по телефону с послом Украины в НАТО, который в итоге смог обеспечить его освобождение. Журналисты, которые пересказывают слова Головкома, написали о том, что российские власти внесли его имя в базу Интерпола, не ставив его в известность. И это является регулярной практикой, которая привела к заключению ряда других украинских командиров. У меня было плохое настроение, признался Залужный, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им останусь. Такое чувство юмора я решил, что должен учить международное отношение и международное право, что в итоге и привело Залужного в Астровскую академию в 2020 году, которую он закончил и получил степень магистра по международным отношениям. Возвращение. Должен сказать, что с подобной практикой сталкивались многие украинские и военные, и журналисты, и политики. И неоднократно мы, когда путешествовали в составе делегации в Азербайджан, одного из наших коллег задержала полиция Азербайджана по, опять же, иску. Россия подали его в Интерпол, он, естественно, об этом не был поставлен в известность, его промуржили там достаточно долго. В конечном итоге, когда выяснили все, уже там мешались украинские дипломаты и его освободили. То есть, это к тому, что никто не гарантирован, никто не может чувствовать себя в безопасности из тех людей, которые внесены в расстрельные списки или в черные списки Российской Федерации. Я, кстати, напомню, нахожусь там тоже, как иностранный агент, официально признанный Министерством мстиции Российской Федерации в октябре 2022 года. Да, учитывая то, что меня упоминали различные российские пропагандисты неоднократно, в своих материалах, включая Скобееву, включая Попова, Соловьева, Шарья и прочую шелупонь, мы должны понимать, что каждый из тех людей, который как-то так или иначе задействован в противостоянии российской пропаганды, он должен понимать, что он сталкивается с огромной машиной, в первую очередь, к сожалению, машиной юридической, которая использует зацепки в международном праве. И вот мы видим сенсацию даже генерал Залужный, правда, он не занимал тогда пост главкома, он был тогда просто одним из украинских генералов, но тем не менее, даже в его случае, мы видим, к нему задействовали процедуру ареста. Слава богу, что все, в принципе, закончилось хорошо. Тем не менее, Залужный сделал еще ряд важных заявлений. Он заявил о том, что победа для Украины должна настать только тогда, когда начнется война на территории страны-агрессора Российской Федерации. Он заявил о том, что чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешение, что делать на вражеской территории, почему я должен думать, что мне там нельзя делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие, детям, которые умирают, заявил Залужный, все равно на войне, на его территории можно и нужно убивать. Если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим, но ровно столько, сколько необходимо. Естественно, после подобных заявлений Залужного у многих западных партнеров начнется дрожь в коленках. Они могут задуматься над тем, надо ли давать далее вооружение украинской армии, если его главнокомандующий говорит о том, что война перенесется на территорию Российской Федерации. Хотя Залужный не говорит о том, что мы будем использовать западное оружие, оно не используется исключительно украинского производства. Тем не менее, сам факт того, что война начнется на территории России, очень многих среди наших партнеров, и не только западных, конечно, но и наших партнеров в других странах, в других регионах, безусловно, беспокоят и очень волнуют. Они очень переживают из-за того, что если в России начнется хаос и гражданская война, которая перерастет в полномасштабную бойню, за российским ядерным арсеналом, будет, собственно говоря, не уследить. И какие-то маньяки, типа Пригожина или того же Кадырова, или там условного Стрелкова, могут завладеть этим, эти ядерные экстремисты могут уже на полном серьезе это ядерное оружие использовать, в том числе против стран Запада. Ну, собственно говоря, об этом сняты десятки западных фильмов, политических триллеров, включая упомянутый фильм по книге Тома Кленси «Все страхи мира», «The Sam of All Fears», где как раз-таки подобный сценарий, ну, там, правда, была израильская бомба, но, тем не менее, бомба, которая взорвалась на территории Соединенных Штатов. Ну, а если мы вспомним, там, фильмы типа, а-ля, «Самолет президента» с Харрисоном Фордом, где похожая история также разыгрывалась, то становится понятно, что этот страх, он укоренился глубоко, и в западных элитах в первую очередь, о том, что любой хаос в России означает, по сути, прямую угрозу безопасности западных стран. Тем временем, Залужный, давая очень резкие оценки, заявил о том, что некоторые, вот, как раз-таки об этом, западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция Путина, если, или точнее, когда украинская армия зайдет на территорию Крыма. «Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю, мне наплевать», вот эта цитата, «меня никто не остановит», заявил Залужный. Также он заявил о том, что будет применяться весь комплекс доступных ему методов для того, чтобы украинская армия как можно быстрее зашла на оккупированные территории и их освободила. А чем генерал собирается заняться после войны, сказал, что хочет написать книгу, взять отпуск. Тем не менее, этот отпуск, он сказал, что продлится не более трех дней. Какое же видение украинской победы в глаза главкома, это больше, чем просто восстановление территориальной целостности, он заявляет о том, что мы должны готовиться к будущим воинам с Россией и построить такую армию, чтобы сама мысль о нападении на Украину стала, по сути, для противника невозможной. Важное интервью Залужного, которое вышло в пятницу, как раз-таки здесь журналисты американского издания все правильно рассчитали, как правило, на выходных маловажных новостей, нет сомнений в том, что это интервью будет разобрано на цитаты, оно уже фактически разобрано, будет цитироваться всеми мировыми СМИ, разбираться. Ну и я думаю, что многих еще больше, в том числе на Западе, напугают амбиции и решительность главнокомандующей украинской армии, в том числе заявление, которое касается ведения воины на территории Российской Федерации. Но такой генерал Залужный, что он обычно не бросает слов на ветер, и обычно он дает крайне редкое интервью, это всего лишь пятое его интервью за практически полтора года с момента полномасштабного вторжения. И уже дважды он успел пообщаться с журналистами среди этих пяти, дважды он успел пообщаться с журналистами американского издания Washington Post. А это, друзья, о чем-то, да, говорит. Спасибо за просмотр этого видео, друзья. Подписывайтесь обязательно на канал, лайкайте, аширьте, комментируйте. Это видео, больше оперативной информации на моем телеграм-канале, по линку под этим видео. Берегите себя, слава Украине, слава ЗСУ, слава генералу Варе Залужному. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, пока-пока.